Наречайшее событие в жизни любого зоопарка, тем более небольшого. В зооуголке Ковчег в парке Николаева родился морал. Маленький олененок из Красной книги. Как редкий вид, он хранится государством. Как чувствует себя детеныш в репортаже? Морал, или как его еще называют благородный олень, одно из самых крупных животных, обитающих на территории Алтайского края. Шесть лет назад в Чебоксарском зооуголке Ковчег поселились ляля и красавчик. Животные были выведены в питомники на Алтае. В конце июня они дали потомство. Детеныш родился абсолютно здоровым. Мама его очень ряностно защищает, то есть бережет. Мы первые две недели отгородили, чтобы не беспокоилась она, чтобы он немножко адаптировался. Так детеныш абсолютно здоров, уже начинает потихонечку щипать и веточный корм, и листочки. Но так, конечно, он находится на скармливании материнским молоком. Но уже проявляет интерес. Пока он больше прячется, если прийти и сразу попытаться его найти, то невозможно. Он старается прятаться в уйденные места, потому что маленький всего еще боится. Но если повезет, можно его увидеть. Здесь все как в обычной семье. Мама Ляли не отходит от малыша. Папа-красавчик временно живет отдельно. Если никто не посягает на его территорию, то он вполне спокоен и миролюбив. И все же некоторые советы от специалистов не помешают. Но хотелось бы обратиться к зрителям вашего телеканала. Маленького олененка кормить нельзя. И он может просто-напросто погибнуть. То есть даже если вы ему дадите морковку или там курочку хлеба, то есть это нежелательно. Это может нанести ему не только вред здоровью, но и может привести к гибели. К неожиданному прибавлению очень рады посетители Ковчега. Как вам зоуголок? Очень нравится нам. Мы в первый раз здесь. Нам очень понравилось. Кристина Чекменева, Валерий Резюков, Республика. Продолжение следует.